Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигет мы рассматриваем трудные места Священного Писания. И сегодня из Евангелия от Марка мы упомянем вот такую цитату, на которую очень многие обращают внимание и видят как бы здесь такое внутреннее противоречие. И слова эти звучат буквально так «верую Господи, помоги моему неверию». То есть вот кажется, ну что такое, вот вера это вера, а неверие это неверие. Как так можно вроде бы верить и не верить в то же время? На самом деле в этих словах очень глубокий смысл, потому что наша вера зачастую бывает очень и очень несовершенной. И вот слова, которые мы привели, это ведь слова отца бесноватого отрока. Это отец из израильского народа, где в общем-то все были верующими людьми. Так если взять по общей массе, никто из них атеистами не был. Они все признавали, что есть Господь Бог, что Господь сотворил наш мир, что если Ему молиться, Он вроде бы помогает, но при этом получается так, что вот у Него страдает Сын, и тут проявляется такая вот полная беспомощность. И вспомним, кстати, что когда Спаситель узнает вот про это, да, про то, что идет вот спор учеников с фарисеями, что ученики не могут, не могут исцелить этого отрока бесноватого. Затем, значит, отец тоже жалует, что вот я привел к твоим ученикам, они не смогли. И в одном из Евангелий говорится, что вот по неверию вашему вы не можете исцелить. А сам Спаситель еще обличает людей, говорит, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. То есть сам Спаситель, само чудо сплошное, чудотворец, с которым не сравнится никто в этой жизни, который постоянно совершает воскрешение, исцеляет безнадежно больных, и они никак не могут это принять, поверить. Удивительное дело, поэтому он говорит, урод неверный и развращенный, а с ними-то сам Господь, который может совершить все. И вот здесь мы видим, что действительно у людей вроде бы есть какая-то вера, но она может быть очень чахлая, она может быть каким-то внешним признанием. Вот я скажу так, что вообще есть даже три таких вот уровня веры, например, вот самый низший, первый уровень веры, это рассудочное признание Бога как некого высшего начала, это такое именно на уровне рассудка, исповедания, что Бог есть, и это можно сказать так вот, вера как уверенность. Вот человек уверен, что Господь Бог есть, что Он сотворил мир, но на жизнь твою лично это никак не влияет. И очень многие наши современники, те, с кем мы общаемся, они тоже говорят, ну да, вот что-то там все-таки есть, наверное, что-то вот сверхъестественное все-таки присутствует, мы вот с этим сталкивались, мы это признаем, но сами люди никак не меняют свою жизнь из-за этого, и для них наличие Бога, ну так же, как наличие какой-нибудь там планеты Марс или Юпитер, так что ну есть и есть, а я живу по-своему. Вот такая вера, она просто вот на уровне каких-то логических жизненных убеждений, при этом сокровенная твоя сторона, твоей души, она абсолютно не преображается, и поэтому эту веру нельзя назвать силой преображающей. Это не есть вера действующая и спасающая тебя. Вот второй, более высокий уровень веры, есть вера как доверие, когда ты не просто признаешь, что Господь Бог есть, что Он сотворил мир, но ты видишь, что Бог не только Творец, а Он еще и Промыслитель. Он еще и твой Небесный Отец, и Он находится рядом с тобою, так что Он проявляет о тебе какую-то заботу. Если тебе посылаются скорби и беды, вот как этому отруку, который страдал от одержимости, то значит и в этом тоже есть какой-то божественный промысел, потому что на самом деле не столько страшна вот эта вот видимая одержимость, когда бес мучает тело человеческое, сколько страшна больше одержимость грехом. Вот какой-то человек настолько он увлечен страстью греховной, что он не может просто, допустим, не блудить, или он настолько привык, скажем, гордиться, что кого не увидит, он тут же в мыслях своих его уничижит и скажет, ну, он ниже меня, я все равно его в чем-то лучше, выше, способнее, талантливее. То есть вот такие демонические черты в душе человеческой, гордость, злоба, ненависть, зависть, осуждение – это и есть самая страшная одержимость, самое страшное беснование. А то, что телесная одержимость, вот в случае с этим отруком, это просто вот один из вид, ну, таких вот телесных страданий, где и душа, конечно, она тоже страдает, но такая душа, она как мученица. Вот в чем дело. И, может быть, через эти страдания душа спасается. Вот как святитель Иоанн Златоуст, он писал одному одержимому, высокопоставленному человеку, да, и он говорил то, что ты не виноват в том, что бес тебя повергает на землю, да, а виноват тот, кто повергает тебя на землю. И ты вот бьешься в этих судорогах, а ты страдаешь, вот как страдают мученики. Невинно принимая эти истязания. То есть, такой человек, для него эти страдания могут быть мученическими. И это не значит, что Господь его оставил. Это тоже какое-то вразумление, это жизненный крест. И вот Господь пытается возвести людей к осознанию этих истин, что Господь Бог, то Он всегда рядом с нами. Но так как мы сами разорвали с Ним общение, то вот и происходят все эти беды. Мы захотели быть отделенными, автономными от Бога, когда вот избираем запретный плод, начиная не только с нашего правоца, да, но и сами постоянно мы избираем запретный плод. Это вот некая автономия от Бога, быть несколько обособленными. Вот так Господь и говорит. Хорошо, пусть и жизнь ваша и будет такой вот внешне автономной, обособленной. Но сколько же здесь оказывается в этой жизни автономной от Бога несправедливости, сколько в ней зла, что люди начинают мучить друг друга, причинять друг другу беды и мучаются от самих себя. Вот что такое автономия от Бога. И вот только когда человек начинает подниматься на ступеньку веры, как доверие Богу, да, то есть довериться как небесному Отцу, поведать все свои нужды, раскрыть свое сердце пред Богом, вот доверие, оно предполагает уже сердце человеческое. Если вера, как уверенность, это только рассудок холодный такой, да, то вера, как доверие, это не только рассудок, рассудок, да, такой человек признает, что Господь есть, но здесь уже задействовано сердце, потому что доверять и надеяться на Бога может только сердце. Мы сердцем своим откликаемся, доверием на чье-то вот слово, да, когда общаемся с кем-то, и вот такая вера, вера, как доверие, она предполагает еще и надежду на Бога. Не просто вера, но еще и надежды. И третье, самая высокая ступень веры, это есть вера, как верность. Не просто задействован ум, рассудок человеческий, не просто откликнулось его сердце, но еще и включается воля человеческая. Вера, как верность, есть жизнь согласно заповедям Божьим, есть принятие того, что Господь посылает тебе, вот как то, что нужно тебе для твоего спасения. И когда ты стараешься отсекать от себя все грехи, даже на мысленном уровне, на уровне таких вот мелких сердечных чувств, и возникает уже ощущение живого присутствия Божия, то тогда ты можешь от сердца попросить Господа помочь тебе в той или иной ситуации. И вот именно на этом уровне Господь особенно помогает людям. Вот почему здесь Господь в этом описании евангельского сюжета, Он и говорит, что, Он показывает, что да, вроде бы есть вера, есть рассудочное признание, но отец этот настолько слаб, что он не знает, и вообще можно ли что-то здесь предпринять. И вот потом, когда этот отец уже встречается со Спасителем, Он вдруг говорит, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. То есть у Него вера действительно, она еще очень недостаточная. Он не может себе представить, что Спаситель настолько действительно вот совершен и обладает такой вот божественной силой, что Он может исцелить. Ведь никакие средства не помогали, и казалось, что этот демон вот просто всесилен. Однако отец все равно тянется и говорит, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. А Спаситель Ему в ответ тоже говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вот мы видим, что здесь идет такое вот возрастание этой веры, и после этого отец-то и произносит, причем евангелист Марк пишет, что он воскликнул со слезами, представляете? То есть у Него внутри уже происходит некий такой внутренний переворот. Он еще не имеет такой совершенной веры, но у Него сердце уже пробуждается, и Он говорит, верую Господи, помоги моему неверию. То есть да, у меня моей личной веры недостаточно, я не могу вот умолить настолько вот Бога, чтобы сын мой вылечился, освободился, но я все-таки верую вот Господи, что Ты можешь это сделать, и Ты вот помоги моему неверию, и помоги мне укрепиться, утвердиться в этой вере, и самое главное, исцели моего сына. То есть в каком-то смысле вот этот отец, он проявляет еще тут огромную такую жертвенность, он понимает, что да, я вот несовершен духовно, но мое сердце болит о моем ребенке, поэтому вот Господи, вот помоги, исцели. И вот здесь происходит самое главное, он умоляет себя, он смиряется, он приходит вот к осознанию своей немощи, вот эта вот нищета духовная, да, как первое блаженство, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И отец поднимается на эту ступеньку нищеты духовной, осознавая, что вот я сам духовно слаб и немощен, но Господи, Ты все можешь, исцели. И вот после этого-то Господь как раз и исцеляет его сына, очень быстро запрещает этому духу, бес изгоняется, как ничего не значащий, не стоящий. Отрог исцеляется. Поначалу, правда, казалось, что он чуть ли там не умер, потому что он вскрикнул и был сильно сотрясен. Некоторые подумали, что он умер, и даже так и заявляли. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Ну и дальше Спаситель уже вразумляет своих учеников, они-то не понимают, почему не могли исцелить его. Раньше-то они вроде бы исцеляли, а он им говорит, что вот сей род изгоняется только молитвой и постом, то есть бывают такие вот трудные задачи на нашем христианском пути, и их невозможно вот только, знаете, полагаясь на Божию благодать, что вот Господь все сам за нас решит. А надо еще и личные усилия тоже предпринимать. Молитва и пост – это и душевное, и телесное делание. То есть целокупный человек вот устремляется всецело ко Господу, во время поста и молитвы отсекается от себя страсти, и вот в таком усиленном делании Господь ему помогает. И, в общем-то, это и показывает, что нам надо восходить на вот эту третью ступеньку веры как верности, где не только ум, не только сердце, но и воля наша задействована, потому что верность – это проявление человеческой воли. И не просто вот воля человеческая, а воля, которая выражает любовь. Искренняя любовь, подлинная любовь, она немыслима без верности. И на самом деле вот эта вот истинная любовь, она тоже предполагает волевые усилия, чтобы не соблазняться, не смотреть по сторонам. Вот как, знаете, в семьях, когда вроде бы любят друг друга, потом начинают на кого-то засматриваться, и вот так теряют верность. Для того, чтобы сохранять верность, нужны волевые усилия, но так сохранится и укрепится наша любовь. И в духовной жизни то же самое. Вера в Бога, она должна все в себе совмещать. И уверенность, и доверие, и верность. Она выражается в определенных действиях и делах. То есть это не пассивное начало, а активное проявление – это пост и молитва. Это, несомненно, жертвенность, которую вот проявляет в данном случае отец, что он не о себе думает, он думает о ребенке. Вера предполагает также и смирение. Вот помните, в Евангелии спаситель обличает фарисеев и говорит, как вы можете веровать славу друг от друга приемлющей, а славы, которую от единого Бога, не ищете. То есть, если человек впадает в тщеславие и начинает прославлять самого себя, он тоже будет утрачивать веру. И для него это только какая-то вот отстраненная идеология, то есть религиозные воззрения, которых он придерживается, как бы неких партийных взглядов. А сам в нем жизни нет никакой, потому что прославляет он только самого себя и всякое тщеславие, всякая гордость. Есть уже упразднение веры в Бога. Ты веришь в самого себя. Как же ты можешь при этом верить в Бога? А вот смирение, которое явил этот отец, оно как раз и отражает веру в Бога. И он замечательно воскликнул-то. Понимаете, не нужно придираться каким-то оттенком его словам, оттенком его слов, верую Господи, помоги мы ему, не верю. То есть он все чувствует, что еще веры мало, но зато он пред Господом, вот как ребенок, смирившись, и говорит, но все равно я верую, помоги мне. Иногда вот на такое живое сердечное обращение Господь еще раньше откликается. Вспомнилось из жизни Игумена Никона Воробьева. Это знаменитый духовный писатель, старец, наставник очень многих христиан православных 20 века. Вот он рассказывал про свою юность, как вот он в отрочестве утратил веру, детскую веру, по-моему, под влиянием брата. Ну, не помню детали, но суть не в этом. В том, что какое-то время он жил уже как атеист, а в юные и молодые годы он стал искать, а в чем же вот смысл жизни. И он изучал различные науки, естествознания. Он был, кстати, очень образованным человеком, знал вот несколько языков, философию стал изучать, но видит, что там просто это вот блуждание, может быть, даже воспаленного воображения, что ум человеческий, постоянно какие-то вот построения, рассуждения о каких-то смыслах, а в итоге жизнь все равно не получает осмысления. Нет там, не дает философии смысл жизни. Он изучал психологию, а в психологии тоже странная вещь. Психология вроде бы наука о душе, как с греческого переводится, психология, да, психи и душе, логос, слово, наука. А на самом деле психология, собственно, о душе ничего не говорит, она говорит только о каких-то там, или реакциях, внутренних каких-то мотивах, эмоциях. И, собственно, ни слова о спасении бессмертной души человеческой тоже какого-то вот осмысления, осмысленности не дает. И потом в какой-то момент, вот будущий игумен Никон вспоминает свою детскую веру и насколько его чувствовалось в Божьем присутствии тогда. И все осмыслялось. А он чувствует, что этого-то теперь нет. И тогда он взмолился и сказал, что вот, Господи, если ты есть, то откройся мне грешному. Вот это прямо от сердца у него такой пошел голос, как само сердце стало обращаться, говорит, вот мне только то надо знать, есть ли ты или нет тебя. Если есть, то откройся мне. И он говорит, что в этот момент это вот трудно описать, невозможно объяснить, как Господь действительно являет себя. И это бывает. Может быть, даже в жизни каждого верующего человека, православного христианина, это было однажды или дважды, когда Господь вот явно себя дал ощутить, прозреть. Но сам игумен Никон впоследствии сравнивает это с тем, что говорит, что невозможно спутать, вот как невозможно спутать, это какой-то уличный фонарь светит, у которого блеклый искусственный свет, или высияло яркое солнце из-за тучи, которое настолько тебя радует, что уже ни с чем не сравнимо. Вот так невозможно спутать Божие присутствие, проявление Господа с какими-то земными чувствами. Вот иногда и даже такой способ обращения к Богу, когда у тебя еще недостаточно веры, вдруг неожиданно приводит к тому, что Господь действительно открывает себя и подает тебе наглядную и опытную, очевидную веру. Вот, наверное, это самая такая яркая иллюстрация данных слов «Верую Господи, помоги моему неверию». Так что за искреннюю молитву Господь не только укрепит веру, но даже подчас являет свою благодать, давая опытное соприкосновение с самим собой. И даруй нам, Боже, всем возрастать и укрепляться в нашей вере, чтобы вера наша была не просто уверенностью, но и доверием, а еще лучше, верностью нашему Господу. Субтитры создавал DimaTorzok